Когда мы говорим о презумпции правоты полицейских, у меня ощущение, и мы говорим о заимствовании западного опыта, мы скатываемся в эпоху техасских рейнджеров, когда показывая значок, ты говоришь, закон это я. И вот именно ощущение, что приблизительно вот такого расширения полномочий и хотел бы министр. Я хочу сказать, что... Я, кстати, извините, я перебью, я не могу удержаться, я вспомнил пост советника Авакова Антона Герасченко, который... Но у меня родилось впечатление, что у нас теперь законопроект, и пишут по принципу, посмотрел американский боевик, детектив написал законопроект. Он показывал, что как это все будет работать, этот закон, на примере кадров одного из американских детективных сериалов. Когда мы говорим о доверии к полицейским и о том, как ведут себя украинцы при столкновении с полицейскими в том числе, тут идет вопрос, что мы сами еще, давайте их три месяца готовили, а мы еще не привыкли правильно себя вести. Когда в западных странах проводят, допустим, обучение детей с детства, когда дети доверяют полицейским, спасателям больше, чем родителям, вот у них проводили на Западе такие эксперименты, садили деток и спрашивали, если будет экстренная ситуация, кому ты пойдешь, к родителю или к представителю специализированных органов, то все дети говорили, что они доверят свою жизнь полицейскому, пожарному, представителю медработников. В нашей стране нету такого ощущения. Для того, чтобы мы говорили о том, что мы уже живем и реформа состоялась, должны привыкнуть реагировать наши дети, наши старики. Мы должны правильно себя вести. У меня большое сомнение в том, что наше общество уже готово жить по новым правилам. Там разъяснительной работы не ведется. И как полицейские до конца еще не привыкли и не понимают, что они должны делать, так и украинцы до конца не понимают. Когда мы говорим о западных странах, в том числе и в Америке, когда есть правила Миранды, которые знают все на зубок, и которые должно быть всегда... У нас очень много есть наручений неотточенной самой процедуры. И вот это все порождает хаос.